И все привет, ребят, с Вестер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен одной очень важной теме, о которой я уже когда-то говорил, но не был услышан, и поэтому мы к этой теме возвращаемся, к глобальной проблеме в нашей игре, которая связана с овердрайвом одного из корпусов, который вы видите, к слову, на своих экранах. Сегодня мы снова поднимем эту тему, очень важную тему, как по мне, так как она влияет и на турнирную составляющую, и на матчмейкинг в целом, ну и обсудим тот самый заветный багованный корпус и его овердрайв, именно Арес. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунточке, устанавливайте ему личный такток TeamP, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы вместе с вами запикаемся в быстрый бой, где покатаем на том самом заветном корпусе Арес, даже, наверное, давайте не быстрый бой, а запикаемся в TDM-очку, а, ну ладно, уже кинуло, туда кинуло. Ну и прошло у нас уже, наверное, месяца так два, с того момента, как начал баговать у нас шарик, с того момента, как он перестал нормально, адекватно работать, и, по сути, все знают об этой проблеме, об этой ошибке, да, я уверен. Но, похоже, она не в приоритете, как всегда, и я, как всегда, хочу акцентировать на этом внимание, потому что я считаю, что это очень сильно влияет на турнирную составляющую, как минимум. Да, если уж не говорить о матчмейкинге, не говорить, что в матчмейкинге что-то в этом плане там сильно работает и меняется, то в плане турниров багованный шарик Ареса точно делает разницу, да. Иногда эта разница работает в плюс для игроков, иногда эта разница работает в тотальный минус, когда шарик Ареса просто-напросто не реагует урон от слова совсем. И, с моей точки зрения, это масштабная, глобальная проблема, которая есть на сегодняшний момент в нашей игре. Так как, если уж, учитывать тот факт, что корпус Ареса это, ну, огромная составляющая в виде целого корпуса, да, и овердрайвов, а овердрайвы, как у нас принято считать, теперь уже не являются чем-то необычным, то шарик, который работает непонятно как, да, он то работает нормально и проходит урон с минимальной дистанции, то он начинает расширяться, да, и то есть у тебя луч твоего Ареса становится шарика на пол карты, если не больше, то у тебя бывает вообще пролетает шарик и не наносит вообще никакого абсолютно урона и начинает действовать только там в самом-самом-самом конце, да, на минимальный период времени. То есть шарик абсолютно забагован и непонятно как он работает, да, он может хорошо сработать, он может плохо сработать и ты никогда не угадаешь какой шарик тебе попадется, да, он то есть как рулетка просто, лотерея у тебя срабатывает, да, то есть ты вроде как взял корпус Арес с возможностью реализации твоего овердрайва, а он у тебя не работает нормально, да. И что самое главное, да, что меня в этом плане больше всего напрягает, это то, что ладно бы там, ну прошла неделя, там две недели, да, и у нас там после этого бы исправили эту ошибку, но прошло уже несколько месяцев, да, и до сих пор, до сих пор эта проблема актуальна, да, она не разрешилась, она не поменялась, она как была, так и есть, да, у нас и турниры проходят дальше, с этим же самым багованным шариком, да, я уже не говорю о том, что было время, когда у нас этот шар неправильно работал на протяжении там нескольких месяцев, да, то есть он там, лучики от шара работали неправильно, да, то есть потом эту проблему пофиксили, да, но тоже спустя там какой-то энный период времени. Сейчас у нас есть не просто проблема, да, у нас есть баг, но очевидно, что это баг, да, то есть это не просто там, ну какой-то рандом там, да, либо там кто-то решил сделать такую механику крутую шарика, да, кто-то это орех. Нет, здесь нет никакой там какого-то прикола в этом овердрайве, он реально просто забагован, от чего он забаговался тоже особо сильно непонятно, но этот овердрайв не работает правильно, да, и почему на протяжении столь длительного периода времени его до сих пор не пофиксили, я честно не могу дать ответ на этот вопрос, потому что я сам не знаю, я просто не знаю, и я хочу, чтобы этот момент наконец-таки разрешили и наконец-таки исправили, потому что, ну, ну как может главный турнир года, да, по сути сейчас у нас уже будет основная стадия мажора стартовать в игре, как может основная стадия мажора проходить с багованным овердрайвом, да, то есть на корпусе, на котором все играют, то есть у нас получается доля рандома увеличивается, просто за счет того, что тебя может повезти и твой шарик может расшириться и регать супер сильно, а может быть так, что у тебя просто шарик твоего овердрайва будет не наносить урон от слова совсем, не будет лечить твоего тиммейта, не будет давать плюса, да, в плане как овердрайва, да, а может наоборот, в моменте ты прожмешь овердрайв, да, и он там рубанет 5 противников сразу, да, и то есть это будет лучший шарик года, но этот шарик года будет лучшим не потому, что ты сделал супер какое-то правильное действие на карте, а из-за того, что, ну, просто шарик так сработал вкусненько, да, вкусненько сработал шарик, просто он решил расшириться и разрулил просто всю команду противника через пол карты, да, потому что такое может быть тоже в теории, поэтому я не знаю, как вы смотрите на эту всю ситуацию, да, поэтому мне хотелось бы узнать вашу точку зрения, я все-таки решил эту тему поднять еще раз, да, потому что когда-то я уже записывал видос, связанный с этим овердрайвом, да, ну, а сейчас я считаю, что если уж я был проигнорен, да, и за столь длительный период времени у нас в этом плане ничего не поменялось, то пришло время напомнить, возможно, Ореху об этой проблеме, об этом баге, и если он до сегодняшнего дня думает, что это не какая-то важная проблема, да, то, наверное, стоит ему дать понять, что это реально та вещь, которая, по сути, может очень сильно повлиять на не только матчмейкинг, да, потому что, ну, ладно, матчмейкинг и матчмейкинг, ничего там страшного в этом плане, наверное, нету, да, а на турнир в целом, да, то есть на турнирную составляющую, которая на сегодняшний момент времени, ну, наверное, у игры является одной из приоритетных, да, и, по сути, вот этот вот багованный овердрайв, может в моменте, в моменте, хотелось бы верить, что, конечно, такого не произойдет, решить исход турнира, да, вот вы представьте, просто там чел даст, забагованный шарик, да, будет там, условно, ничейный результат, и за счет забагованного шарика команда выиграет просто турнир, да, насколько это будет, с одной стороны, несправедливо, с другой стороны, абсурдно, да, и абсолютно непонятно, да, почему это все так может работать в целом, да, поэтому я надеюсь на то, что уже в ближайшее время орех этот момент поднимет, исправит, да, я просто как игрок, который всегда в последнее время был заинтересован в этом корпусе, в орехе в целом, да, то есть и в турнирах, и играл на этом корпусе, ну, и играю по сей день, да, поэтому для меня это, наверное, такая довольно приоритетная вещь, которую я бы лично хотел бы увидеть в правильном виде уже в ближайшем будущем, так как у нас уже, по сути, на момент записи этого видеоролика до основной стадии осталось несколько дней, да, с несколько дней и нас отделяет от того, как уже стартанет самая важная часть турнира, да, у нас есть до сих пор вот такая вот нерешенная проблема, так, ну, а что касаемо этого боя, в принципе, наверное, все, что я хотел, я сказал, у нас есть еще, как минимум, парочку возможностей кинуть по аудишке, по вкусненькой аудишечке, которая, скорее всего, забагует, да, и у нас где-то будет падать сейчас золотой ящик, где-то, а, вот он, конфеточка, конфеточка падает, конфеточка, даем, 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 даем вкусняшку, забираем конфеточку за счет завагованного шарика, ой-ой-ой, и джаггернаута еще в минус набрасываем своим аудишником, но сейчас этот аудишник не баганул, а это просто овердрайв ареса, который сработал по вкусненькому, да, и он так может работать, да, потому что у него сила удара довольно большая, ну, и вот за счет этой вкуснейшей силочки удара я просто-напросто минусанул джаггернаута. Растаудишка и ареса, а может она баганула, не знаю, может и баганул шарик, может, по идее, он не должен был так жестко прессануть, кто его знает, все-таки шар-то у нас не работает правильно, поэтому непонятно, так оно должно было сработать, или не должно было оно так сработать, но в любом случае, овердрайв оказался удачным, и, ко всему прочему, я еще и забрал ту самую заветную, вкуснейшую конфеточку, да, ту керочку в карманчик тоже обусанул, ну, и теперь надо как-то слить вражеского джаггера, надо теперь как-то по джаггернауту поднавалить грязи, постараться его рубануть, благо у него, а, не, у него там еще хпшки много, у него еще и овердрайв есть, так, а наш джаггернаут что делает? наш джаггернаут здесь просто обкатывает, так, у нас оудишка еще упала на центре, есть возможность забрать овердрайв с центра, попробовать сразу, понял, не удалось забрать овердрайв с центра, хотелось забрать, но, к сожалению, не забрали, так, а мы уже 0.4 летим, уже 0.4, а джаггернаут до сих пор у противника просто в минусе лежит, просто противник лежит в минусе, и никто его даже не дамажит, вот вам и вся в скобочках прелесть нашего матчмейкинга, что игроки даже не заинтересованы в том, чтобы уничтожить вражеского джаггернаута, я его минусанул, и как он лежал, так он и лежит, и ничего не происходит, от слова совсем, 60% овердрайва у меня есть, надеюсь, что мы сейчас быстренько накопим еще один аудишник, и попробуем его реализовать, так, здесь у нас шафтика, тоже можно подкоцать, здесь у нас уже сводочка залетает, какая-то вкусненькая, так, и там шафт с лечением стоит, опять хилит джаггернаута, наносим еще дополнительный урон, резиста у меня, кстати, от грома нету, ну ладно, в принципе, наверное, особо уже смысла нету, здесь что-либо менять, 80% овердрайва у меня, еще как минимум один овердрайв мы, должны здесь реализовать, наши тиммейты уже въезжают тут в джаггера, по полной программе, пробуем от стены добавить урона, добавляем еще и по себе, овердрайв джаггернаут реализует, ну и там шафт еще дополнительно лечит, падает у нас еще одна аудишка на центре, у меня 90% овердрайва имеется, ну и было бы неплохо бы вжарить аудишник, ага, понял, потом добавить еще продленочку, но, к сожалению, овердрайв забирает наш тиммейт, наши джаггернауты продолжают просто умирать, пикинга гром вжималову делает, мы вжималову делаем аудишки, туда еще этот урончик, но этого мало, этого мало, шафт лечит больше, чем бьет даже вулкан в упоре по ощущениям, и мы просто-напросто, нет, все-таки сливаем вражеского джаггернаута, хотя бы одного за катку слили, хотя бы одного за каточку уничтожили, так, ну и у нас остается одна минута, овердрайва у меня уже не будет, эта катка 100% слитая, так, и наш джаггернаут просто сливается, дадут мне джаггера, может, нет, к сожалению, не дадут мне джаггера, я думал, хоть под конец боя мне джаггернаута насыпят, чтобы я тут немножечко еще покелял, поработал, но мне говорят, поиграй на багово на морейсе, поиграй на овердрайве вкусненьком, да, поиграй на таком вот интересном корпусе, так, 3000 урончиков еще добавочки сверху, пробуем накидать еще, ну, а наши тиммейты, будет ли что-то давать по джаггернауту, 15 секунд у нас остается до конца, джаггер уже здесь выпушивает, сразу с Вадейла по мне, залетает еще 1000 урончика, еще 1000 урончика, еще 1000, ну, там у джаггернаута хп много, ну и все, вот так вот мы заканчиваем данное замечательное противостояние, пишите все свои мысли, связанные с этим замечательным корпусом, пишите, что вы думаете, согласны ли вы с моей точкой зрения, что это, ну, проблема, которая довольно сильно влияет на наш геймплей, ну и хотелось бы верить, что уже в ближайшее время все это дело пофиксится, поэтому пишите все, что вы думаете, обязательно поддерживайте данный видос лайком, проявляйте максимальную активность, давайте постараемся собрать как можно больше лайкозавров, чтобы и Орех быстрее увидел, и чтобы мы создали определенный резонанс вокруг этой темы, но у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!